Строители подвели итоги 2023-го. С их помощью жилфонд Мозыря увеличился больше, чем на 53 тысячи квадратных метров. Это и квартиры в многоэтажках, и индивидуальные дома. В целом за 12 месяцев 2023 года ввели общей площади 53,2 тысячи метров квадратных. Из них это 6 жилых многоквартирных домов и 154 домов индивидуального жилищного строительства. Индивидуальное жилищное строительство в этом году занимает 59% от общего ввода и составляет 31,4 тысячи метров квадратных. Из общего ввода для граждан, состоящих на учете нуждающихся, ввод составил 27,2 тысячи метров квадратных. Также в этом году введено 24 квартиры арендных, это 1,2 тысячи метров квадратных. Из доведенных 108 квартир в этом году мы ввели 198 квартир. Активная застройка велась в микрорайоне ЗАТЦ «Катапульта» и на пересечении улиц Гагарина и Бульвара Юности. Также был дом на уплотнение застройки, это улица Котловца в районе бассейна. Что касается других важных и значимых объектов, в прошлом году, благодаря усилиям строителей, на карте города появился новый детский сад. Мазаряне активно работают и над инфраструктурой соседних районов. Например, в Лельчицах построили новый стадион. Возобновились в 2023 году и работы по возведению спортивно-оздоровительного центра «Полесье-Арена». В 2023 году возобновили финансирование по такому значимому объекту, как «Полесье-Арена». Мы продолжили его строительство. На протяжении прошлого года основные виды работ, которые были выполнены, это внутренняя отделка. В этом году мы продолжаем завершать отделочные работы и, кроме этого, выполняем еще благоустройство вокруг. Торжественно открыть «Полесье-Арену» планируют в этом году. Кстати, вопреки всем городским легендам, в этом здании никогда не планировались бассейн или каток. Это будет большая арена для игровых видов спорта и зрительный зал вместимостью более 2000 посадочных мест. В целом, в 2024 строителям предстоит реализовывать интересные проекты. На 2024 год запланировано 63 тысячи метров квадратных. Начнем застраивать такой микрорайон, как вдоль улицы Нефтестроителей. Застройка начнется от 16 этажки. Уже в августе этого года планируем приступить к началу первого дома, затем и второй. Дома будут в целом трехподъездные. Один на 146 квартир, другой на 106 квартир. В целом, в данном микрорайоне предусмотрено строительство 24 жилых домов общей площадью 160 тысяч квадратных метров. Это, конечно, перспектива пяти лет, но начнем уже в этом году. Также будет продолжаться застраиваться микрорайон Бобры. Застройка будет вестись от уже существующих жилых домов в сторону трамвайных путей. Там предусмотрено проектом застройки шесть жилых домов, пять панельных и один монолитный. Общей площадью 130 тысяч квадратных метров. Новый квартал на поле по нефте строителей будет иметь нестандартную для Мозыря планировку с закрытыми дворами, когда все транспортные парковки выносят наружу. Стоит отметить, подходы к строительству жилья мазыряне пересматривают регулярно. Они стремятся сделать его максимально удобным и комфортным и оставаться законодателями строительной моды в регионе. Екатерина Юрченко, Вячеслав Пересыпкин, телеканал Мозырь.